Плетение квадратного дна В общем, способ известный, мне не хочется сейчас на нем останавливаться Хотелось бы именно на сегодняшнем уроке поговорить о трех способах именно плетеного дна Первый предлагаю такой Мы готовим трубочки точно так же, как и плели дно круглое То есть три группы по три трубочки И начинаем плетение как круглое дно По тому же принципу Уплотняем И начинаем плетать Плетать Наращиваем Наращиваем трубочку и начинаем плести Трубочки сегодня у нас более жесткие, поэтому другие усилия приходится прикладывать Принцип тот же Верхнюю заводим вниз Нижнюю наверх Верхнюю опять под низ смотрим чтобы трубочки не разъезжались и продолжаем. Проплетаем так два ряда. Ряда проплели, начинаем оплетать по две трубочки и также два ряда проплетем. Сплели еще два ряда, обхвачивая две трубочки, теперь разводим по одной. У нас получается обычная стандартная круглая донышко. Пока проплетаем два ряда, обхватывая по одной трубочке. Итак, мы сплели два ряда, обхватывая по три трубочки, два ряда, обхватывая по две трубочки и два ряда, захватывая по одной трубочке. Теперь пришло время формировать квадрат. Что мы для этого делаем? Мы брали 12 трубочек для основания, поэтому по четыре трубочки с четырех сторон, это будут стороны нашего квадрата, формировать будем с помощью них стороны, и по две трубочки угловые будут формировать нам углы квадрата. Еще нам понадобится, ну кроме прищепочек для наметки, кроме того нам понадобится еще форма. Я для формы придумала ничего, ничего другого не нашла, то есть тяжелое и квадратное более-менее основание. Вот это будет наша форма. Каким образом мы формируем угол? Доплетаем до первого угла веревочкой. Плетем как обычно. И теперь вот на этих двух угловых трубочках нам нужно развернуться. Наращиваем, разворачиваемся. На двух трубочках развернулись. И разворачиваемся еще раз. Вот так. И продолжаем теперь плетение опять же веревочкой, стараясь, чтобы у нас не образовалось отверстие, или чтобы они были минимальными, скажем так. Дошли до следующего. Четыре мы проплели, это будет у нас сторона. Доходим до следующих двух. Формируем точно так же угол. Раз. Разворачиваем. Раз. Два. Две трубочки обхватили. Разворачиваем назад. Раз. 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 Два. И продолжаем плетение следующей стороны нашего квадрата. Итак, мы сделали все четыре угла. Теперь наша задача аккуратно сделать переход и оплетаем еще один ряд. Уже обычным плетением веревочкой. Примеряем нашу форму. Видим, что размер дна уже достаточный. И выполняем переход от дна к стеночкам. Причем мы можем на этот раз не убирать рабочие трубочки. Мы будем продолжать ими плести. Вспоминаем, как мы делаем переход. Трубочку одну берем, заводим вверх. Следующую берем, заводим вверх. Следующую. И так выполняем полностью ряд. Итак, мы нарастили трубочки. Прорезали один ряд веревочкой. Еще проплели, чтобы выровнять трубочки. Они у нас поднялись вверх аккуратно теперь. И хочу сейчас еще показать еще один прием. Закрепление углов. Я его нашла в интернете. Он мне очень понравился. И хочу поделиться этим открытием с вами. Значит, что мы делаем? Мы четыре наши трубочки, которые у нас формировали стороны, мы так и оплетаем веревочкой обычно. Раз, два, три, четыре. А когда мы доходим до трубочек угла, я предлагаю их вот так вот слегка совместить. И вот этой трубочкой, которую мы должны были оплетать, заводим, обматываем. И выводим ее. А второй трубочкой сверху, как при обычной веревочке. Все, вышли на следующую сторону. Проплетаем. Вторую обнимаем стоечку. Третью. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четвертую. Теперь у нас две стоечки угла. Угол формируем. Вот мы должны этой стоечкой, следующей трубочкой обнять. Вот так, как бы завязали. А второй рабочий продолжаем плести сверху. И так в каждом углу на протяжении всего плетения. Тогда у нас углы, вот мы подравниваем еще, смотрим, чтобы углы в одном месте формировались. И тогда углы у нас будут более жесткими. И ребра будут выделяться. Итак, мы проплели пять рядов. Вытащила я книги. И теперь тут четко видно, что за счет вот укрепления уголков углы сформированы довольно выразительно. и так далее. И так далее. Продолжение следует...